Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели. В студии Наталья Григорьева и в начале коротко о главных темах последних семи дней. Владимир Ружицкий провел встречу с жителями ЖК Люберце. К зиме готовое прошел смотр аварийно-восстановительных бригад Люберецкой теплосети. Центральный парк, перезагрузка, дорожки, освещение и новые лавочки будут готовы до 15 ноября. Победа над тьмой Госадомтехнадзор рассказала о реализации губернаторской программы «Светлый город». Московская областная противопожарно-спасательная служба отметила юбилей 10 лет. Томилинский театр и киностудия «Чердак» открыл новый творческий сезон. Проблемы ЖКХ, открытие новых детских садов и обеспечение безопасности. Все это волнует жителей микрорайона Люберцы 2015-2016. В начале прошедшей недели с ними встретился Владимир Ружицкий. Какие вопросы еще нужно решить в северной части города? Тему продолжит Анна Троян. Вопрос строительства социальных объектов – одна из самых горячих проблем микрорайона Люберцы 2015-2016. В частности, сейчас остро не хватает детских садов. На 10 тысяч жителей он пока всего один на 250 мест. Однако застройщик заверил, к сентябрю 2018-го появится еще один, а к концу 2019-го – два. Эта информация должна быть на сайте, в вашем сайте. Ее разместить на сайте самолетов, администрации и дарения жителей. Еще одна проблема на злобу дня – парковки в новом микрорайоне. Ночью эвакуатор увозит машины, которые стоят на тротуаре, с заездом на тротуар. У меня лично увозили машину. Но припарковаться негде, приезжая в 9 часов вечера, уже вставить машину, не нарушая правил, негде. Автомобилисты, автолюбители с удовольствием это будут делать, если будет возможность. Застройщики ответили – внутри микрорайона Люберцы 2016 бесплатная парковка появится уже совсем скоро. А вот чтобы построить такой объект в Люберцах 2015, жителям предложили войти в долевое строительство, что вызвало немало вопросов у горожан и представителей власти. Я рассказываю, если парковок не будет, строительство придется остановить. Решайте вопросы, кредитуйтесь, продавайте. Какие проблемы? А еще актуальным в новых ЖК остается вопрос безопасности населения. По словам заместителя начальника Люберецкой полиции Сергея Разгуляева, в микрорайонах пока работает один участковый из Ухтомского отдела полиции. Но вскоре, пообещали власти, все изменится. Согласно выделенного помещения, в полице Дружбы 7, корпус 1, там будет опорный пункт полиции, мы его отремонтируем до конца года. Кроме отсутствия в микрорайоне полиции, жители пожаловались на то, что у них до сих пор нет отделения МФЦ, почты и Сбербанка, что приносит им массу неудобств. Кроме того, одни люберчане рассказали, что в их квартирах очень жарко из-за перетопа. Другие же сообщили, что у них холодно. Да и вообще, в сторону управляющей компании было много нареканий. Я думаю, завтра мы с управляющей компанией и вызовом к себе, мы определимся, устроим день открытых дверей в субботу, чтобы было удобно для всех жителей. Готовы на такое решение? Значит, дополнительно управляющая компания на день открытых дверей развеет объявление за 10 дней всех устройств. Кроме того, жители микрорайона снова пожаловались представителям власти на недостаточное количество маршрутных такси, а также на отсутствие тротуаров и освещения на Зенинском шоссе. Это для нас, для всех, новость достаточно положительная. Зенинское шоссе включено в госпрограмму на реконструкцию. Тротуары освещения – это однозначно. Дальше это четырехполосное движение – однозначно. Реконструкция моста в четыре полосы и круговое движение, которое на железнодорожной. Этот проект будет подготовлен к концу декабря текущего года. Его планируют реализовать до сентября 2018-го. Анна Троян, Никита Скраган и Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. Люберецкая теплосеть к холодам готова. На минувшей неделе глава городского округа Владимир Ружицкий поучаствовал в смотре техники аварийно-восстановительных бригад. Как сегодня оснащена организация, узнавала наша съемочная группа. Подготовить аварийно-восстановительные бригады к зиме – одна из приоритетных задач Люберецкой теплосети. Ведь от того, как она укомплектована и насколько обучены сотрудники организации, зависит моральное и физическое здоровье многих тысяч люберчан. И как показал смотр для ликвидации нештатных ситуаций, на вооружение аварийно-диспетчерской службы имеется все необходимое. По штату имеется пять передвижных аварийно-ремонтных комплекса, два автокрана, пять экскаваторов, одна электростанция передвижная – 200 киловатт, значит, одна электростанция, которая находится на квартальной котельной – это 700 мегаватт. Это оборудование в начале текущего года в буквальном смысле спасло Люберцы. Передвижные электростанции стали резервным источником питания, что позволило поддержать работу котельных, что в свою очередь не допустило аварий на теплотрассах. Кроме того, в этом году технопарк организации пополнили еще две мобильные дизельные котельные. Одна из них – самая малогабаритная, с мощностью 1 мегаватт. Ее хватит для обеспечения теплом целых пяти пятиэтажек. У нас таких аварий не было, но, как говорится, нужно нам всегда перестраховываться, поэтому мы потратили деньги, купили. Одна котельная, вторая котельная – 0,25 мегаватта. Это небольшая котельная. Купили специально для того, чтобы зимой проводить реконструкцию малых котельных. Иными словами, теперь даже в холода Люберецкая теплосеть может не приостанавливать модернизацию энергообъектов. Такая острая необходимость сейчас есть на трех котельных в Малаховке. После реконструкции они заработают в автоматическом режиме. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. И в продолжение темы подготовки к отопительному сезону в городском округе Люберце. На днях Владимир Ружицкий посетил одну из котельных в Томилине. Построенная в 1965 году, она значительно устарела. Однако, по словам главы, отопительный сезон выдержит без сбоев. А вот уже в следующем году ее ждет модернизация. Котельная Нагаршина обеспечивает теплом и горячей водой 15 жилых домов и детский сад в Томилине. В отличие от новых объектов, где все практически автоматизировано, на этом пока работает большое количество персонала. Несмотря на то, что котельная построена еще в 60-х, работает в штатном режиме и этот отопительный сезон выдержит. Последний капитальный ремонт это в районе 2002 года. То есть на сегодняшний день данное оборудование на такое же менять нет смысла, потому что оно морально устарело и с достаточно низким КПД. На сегодняшний день присутствует на рынке новое оборудование, энергоэффективное, при установке которого можно сэкономить как на газе, точно так же и на электроэнергию. Мощности котельной пока хватает, однако ее эффективность низкая. Сейчас Томилинский коммунальный комплекс готовится к реконструкции. Проект модернизации объекта уже находится на согласовании. Закупили котлы и теплоамменники. К работам приступят после окончания отопительного сезона. Это котельная 6,5 мегаватт. Планируется, что она будет не менее 12 мегаватт. Вот такое, по сути, увеличение в два раза. Поэтому здесь никакой нет аварийной ситуации. Идет плановая работа и ставится задача, чтобы к следующему году здесь была современная котельная. Проект технического перевооружения котельной разработан за счет местного бюджета. Капитальный ремонт здания, замена дымовой трубы и сама модернизация осуществится за счет небюджетных средств. Продолжается реконструкция центрального парка. Напомню, работы по благоустройству этой территории начались в конце сентября и активно продолжаются. На этот раз проинспектировать состояние объекта приехали глава городского округа Люберца Владимир Ружицкий и депутат Московской областной думы Игорь Каханый. В это трудно поверить. Но уже через месяц здесь можно будет гулять и наслаждаться природой. Первый этап реконструкции парка завершится 15 ноября. К этой дате территория серьезно преобразится. Здесь будут по-новому проложены сети, освещение, будут фонари. Мы поставим здесь лавочки самые разные. Здесь будут и детские спортивные площадки. Кроме этого в парке появятся яркие клумбы. В рамках второго этапа реконструкции, он выпадет на следующий год, планируется обновить входные группы и навести лоск в парке. Владимир Ружицкий отметил, что работы выполняются в срок. На вопрос о чрезмерной вырубке деревья в ходе реконструкции глава ответил однозначно. Это сплетни, слухи, что не соответствуют действительности. Здесь сумасшедших нет. Здесь нормальные люди, которые ценят и себя, и свое время, свою работу. Поэтому вы мне покажите хоть одно дерево, которое кто-то спилил, срубил. Здесь, если есть, то это старые аварийные деревья, кустарники, которые, в принципе, эту территорию не украшают. Поэтому мы пытаемся навести порядок. Проинспектировать ход работ в парке сегодня приехал Игорь Кахан и депутат Московской областной думы. Увиденным остался доволен. Центральный парк должен быть некой зоной притяжения. Для того, чтобы он был зоной притяжения, людям должно быть приятно в него заходить. Люди должны получать удовольствие. А удовольствие от чего в парке получаешь? От воздуха раз, да, от красоты два. И вот сегодня делается как раз таки все для того, чтобы это было не просто воздух, а чтобы было еще красиво. Добавлю, что реконструкция Центрального парка проходит в рамках федерального проекта «Городская среда». Его цель – создание благоприятного современного городского пространства путем комплексного благоустройства дворов, парков, улиц. Кроме того, проект направлен на поддержку инициатив граждан в принятии решений по вопросам благоустройства городов. В Люберецком округе в рамках этой программы уже обустроены 69 дворовых территорий. Проходит реконструкция Центрального парка и пешеходные зоны на нечетной стороне по улице Смирновская. В Балашихе прошло совещание с участием областного министерства ЖКХ, региональной ассоциации председателей Советов многоквартирных домов и межпроектной рабочей группы партии «Единая Россия». Тема обсуждения – это реализация проектов «Городская среда» и «Управдом». Кроме того, на совещании стартовало голосование за включение подмосковных дворов в программу благоустройства. Оно было запущено путем нажатия виртуальной кнопки. Главными спикерами на совещании выступили Евгений Хромушин, Сергей Юров, Игорь Каханны и Елена Андреева. За 10 дней жители Подмосковья выберут дворы, которые войдут в программу благоустройства на 2018 год. Каждый житель может принять в нем участие и желательно, чтобы приняли как можно больше людей участие, чтобы был выбор справедливый. Проголосовать можно на портале Добродел. Добавим, по окончании голосования в течение двух дней будут обработаны все голоса. 1 ноября должна быть утверждена программа благоустройства дворов на 2018 год. Мария Лапчева, телеканал ЛРТ. Госадом Технадзор приобрел специальные приборы для фиксации уровня освещенности городов Подмосковья. Это так называемые яркометры и люксметры. С их помощью можно проверить, насколько количество света соответствует нормативам. Об этом журналистам рассказали в ходе пресс-конференции, посвященной реализации программы «Светлый город». Встречу провели Татьяна Витушева, начальник главного управления Госадом Технадзора Московской области и министр энергетики Подмосковья Леонид Неганов. С 2017 года в Московской области реализуется программа «Светлый город». Ее цель простая – сделать Подмосковье светлее. Заменить старые фонари, где нужно, добавить новые. Осветить дворы, улицы, парки, скверы и памятники. Сейчас-то и задача – модернизировать 45 светильников и еще установить 9 тысяч. Составлять дорожную карту работ в городах области помогает портал «Добродел», а также сотрудники Госадом Технадзора, которые реагируют на сообщения о существующих нарушениях. Тема наружного освещения входит всегда в пятерку, топовую пятерку вопросов, которые вообще озвучиваются на данном портале. Я должна отметить, что за 9 месяцев 2017 года через портал «Добродел» в категорию Госадом Технадзора по тематике «Свет», «Освещенность» поступило более 9100 обращений. Таким образом, мы четко понимаем, что каждый из объектов, попавших на данный момент этого года, он и преследует цель снятия либо проблем неудовлетворенности жителей объемом или качеством освещения, либо является угрозой безопасности жизни и здоровья. Стоит обратить внимание, что оценку, насколько количество света соответствует нормам, инспекторы Госадом Технадзора теперь проводят с помощью новых приборов. Их показания являются основанием для взымания штрафов. Нарушителям было назначено инспекторами Госадом Технадзора 15 предупреждений и 398 штрафов на общую сумму 3 миллиона 87 тысяч рублей. По предписаниям приведено в порядок в этом году более 400 неработающих линий наружного освещения и более 650 объектов архитектурно-художественного оформления городских территорий. В городском округе Люберцы было выявлено 17 случаев неисправности приборов наружного освещения. По ним уже приняты административные меры. В программе «Светлый город» Люберцы тоже принимают участие. Список объектов, которые станут светлее, можно также найти на портале «Добродел». Среди них памятник Юрию Гагарину и Центральный парк. Единые информационно-расчетные центры необходимо внедрить во всех муниципалитетах региона. Об этом заявил глава Подмосковья Андрей Воробьев на прошедшем заседании правительства. Благодаря ЕИРЦ удалось добиться платежной прозрачности и на 4,5 миллиарда рублей снизить долг за газ Московской области. О том, как сегодня работает эта система, расскажет наш корреспондент Анна Троян. Оплатить услуги ЖКХ напрямую ресурсникам. Такую возможность предоставляют единые информационно-расчетные центры. Для тех, кто привык к живому общению, открыты офисы клиентского обслуживания. В них можно воспользоваться терминалами или обратиться к специалисту в кассу. Время в электронной очереди займет не более 15 минут. В офисах также отслеживаются очереди посредством видеокамеры, установленных в каждом клиентском офисе. В случае, если существует очередя более пяти человек, тогда в этом случае все сотрудники офиса выходят на обслуживание клиентов. Кроме того, у МОЗ «Обл ЕИРЦ» есть семь передвижных офисов, микроавтобусы, которые оснащены всей необходимой техникой. Благодаря этому количество обоснованных обращений, связанных с очередями, в клиентских офисах и кассах сократилось в три раза. Также в этом помог простой и удобный сервис «Личный кабинет клиента». Он позволяет дистанционно пользоваться услугами единого информационно-расчетного центра, не выходя из дома. Этим способом пользуются уже более 450 тысяч жителей Подмосковья. Позволяет передавать показания электроэнергии, приборов учета электроэнергии воды, также передать обращения граждан, заказать услугу предоставления счета в электронном виде и, соответственно, позволяет получить полную исчерпывающую информацию о своем личном счете. На заседании в правительстве губернатор Подмосковья сообщил о необходимости внедрения ЕИРЦ во все муниципалитеты региона. Согласно данным, благодаря их работе долг региона по газу удалось снизить на 4,5 миллиарда рублей. А министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, в свою очередь, назвал те муниципалитеты, которые лучше других реализуют этот проект. Это Клин, Лосинопетровский, Подольск, Королев, Балашиха. Знаете, проблема в чем? Что в каждой территории проблемы по внедрению были свои. И мы говорим о том, что сегодня в зеленой зоне те, кто, несмотря на проблемы, возглавляют процессы, все проблемы решили. Благодаря Единым информационно-расчетным центрам в Московской области удалось добиться платежной прозрачности. Клиент оплачивает услуги ЖКХ по одной квитанции напрямую ресурсоснабжающим компаниям, не допуская денежного оборота и задержки средств управляющих компаний. Анна Троян, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Все лучшее детям. Очередная детская площадка появилась в городском округе Люберцы. Она разместилась в поселке Томилино, а именно в микрорайоне птицефабрика. В честь торжественного открытия новой игровой зоны для самых маленьких местных жителей организовали развлекательную программу. Детская площадка появилась недалеко от Томилинского пруда. Теперь игры на свежем воздухе рядом с водоемом стали доступнее для местных малышей. Игровой комплекс отвечает всем современным требованиям. Дети довольны большим количеством разнообразных элементов, а родители спокойны за их безопасность. Здесь можно кататься с горки и не переживая о том, что ребенок где-нибудь упадет. Отличные борта, отличное покрытие, разноцветное. Им интересно рисовать на нем мелками. Качели безопасные. Средства на установку игрового комплекса выделены из бюджета Московской области. За последние три года по программе губернатора в столичном регионе построено 320 детских площадок. Четыре из них расположились на территории городского округа Люберцы. Мы сегодня говорим слова благодарности и правительству, и губернатору Андреевичу Воробьеву. И в принципе для поселка много делал в прошлом глава. Сегодня также отвечает за Томилина Игорь Николаевич Дворников. Томилина – это один из самых обустроенных, благоустроенных поселков. Открытие новой детской площадки стало настоящим праздником. Поздравил жителей поселка с таким событием заместитель министра энергетики Московской области Александр Парий. Сколько я ездил по миру, но может быть за исключением каких-то огромных, сверхдорогих Деснейлендов, такого уровня площадок не встречал нигде. Еще один сюрприз ожидал томилинских детишек от коллектива театра «Кукол Радуга». На новой площадке вместе с ними играли и веселились герои любимых мультфильмов. Депутат Московской областной думы Игорь Каханый проверил новые детские площадки в Малаховке. Будучи членом партии «Единая Россия» и региональным координатором партийного проекта «Городская среда», он регулярно совершает рейды по городам Подмосковья, наблюдая за качеством и сроками работ по благоустройству. Эта детская площадка в Малаховке рассчитана на два пятиэтажных дома. Завершили ее реконструкцию еще в сентябре. Говорят, новые горки и качели были необходимы. Тут проживает довольно большое количество молодых семей с детьми. В повсеместной на сегодняшний день идет приемка работ. А это что значит? Это прежде всего сроки и качество. И, соответственно, спрашиваю мнение жителей, насколько им понравилось, насколько они довольны, насколько она востребована для детей уже после ее открытия и так дальше. Качество детской площадки депутат решил проверить сам, на его взгляд, с точки зрения безопасности детей. Элементы расставлены правильно. Она сделана именно так, как, в принципе, рекомендуют делать. Это, прежде всего, резиновое покрытие антитравматическое. Дети не в грязи, не в земле, а именно на резиновом покрытии. Кроме того, поставили, я понимаю, ровно столько элементов, сколько можно было поставить. Кроме того, даже я вижу и лавочки, место для отдыха, родителей. В городском округе Люберца отметил Игорь Кахан и все 69 детских площадок, которые было запланировано благоустроить, на сегодняшний момент уже сданы. И как координатор партийного проекта «Городская среда» от Люберчан он получает только положительные отзывы о качестве работ. Яна Яковлева, Александр Богданов, Телеканал ЛРТ. Противопожарно-спасательная служба Московской области отметила 10-летний юбилей. Торжественное мероприятие по случаю праздника состоялось в Люберецком дворце культуры. По традиции лучших сотрудников госучреждения отметили наградами. 50 тысяч спасенных жизней. Эта статистика в очередной раз говорит о бесценности и значимости службы, созданной 10 лет назад. За это время сотрудники Мособлпошспаса провели около 600 тысяч выездов по сигналу тревоги, приняли участие в ликвидации последствий 27 крупных чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера. В день создания государственной службы в Ихадре звучат слова признательности за самоотверженный труд и готовность в любую минуту прийти на помощь. Конечно же, хотел бы пожелать вам как можно меньше нештатных ситуаций, как можно всевозможных чрезвычайных ситуаций до минимума их свистей. Конечно, вы народ служивый при погонах, поэтому есть такая поговорка, чтобы не было потерь среди личного состава. Но потери среди личного состава, к сожалению, имеют место быть. Участники торжественного собрания почтили память коллег, погибших при исполнении служебного долга. Общая численность сотрудников Мособлпошспаса составляет порядка 8 тысяч человек. Это пожарные, авиаторы, кинологи, взрывотехники, водолазы, медики, специалисты-химики и радиационщики. В структуру госучреждения входит 22 территориальных управления. Под её надёжным крылом находится не только весь столичный регион, но и другие субъекты Российской Федерации. Согласно применению, как федеральные силы, так и областные силы способны работать на сопредельных территориях. Это и Калужская, и Тверская область. В Крымске в своё время принимали участие также наши силы и средства. Московская областная пожарно-спасательная служба, я считаю, это самая уникальная служба. И такого подразделения, такой службы с такой численностью нет на территории ни одного субъекта Российской Федерации, кроме Московской области. В честь юбилейной годовщины со дня основания госучреждения лучшие работники получили награды. В торжественной обстановке были присвоены почётные звания и вручены памятные медали и грамоты. Луиза Игязыря, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. В Люберцах началось формирование молодёжного парламента общеобразовательных учреждений городского округа. Выборы состоятся уже в середине следующей недели. Ну а на днях юным кандидатам в депутаты вручили удостоверение. 363 школьника официально стали кандидатами в депутаты молодёжного парламента городского округа Люберцы. Они получили удостоверение и приняли поздравления от чиновников. Хотелось бы пожелать от депутатского корпуса удачи вам, успехов, дерзайте. А правда, что в Люберецком округе такая активная молодёжь, это очень радует. Успехов вам! В этом зале и те, кто впервые баллотируется в ряды депутатов, и те, кто уже знаком с работой Люберецкого молодёжного парламента. Десятиклассник Иван Игнатов состоит в организации уже год и хочет продолжить депутатскую деятельность. Вообще я о парламенте узнал совершенно случайно по телевидению. И сразу я вдохновился и подумал, ведь мы сами тоже можем менять жизнь в лучшую сторону. Молодёжный парламент – это как вторая семья. Все себе родные и хорошие отношения со всеми поддерживаются. Выборы в молодёжный парламент пройдут уже 25 октября. Каждый кандидат ведёт активную предвыборную кампанию. Конкурс серьёзный. Из 363 кандидатов только 105 станут реальными депутатами. Депутатами первого созыва нового молодёжного парламента. Поскольку у нас Люберецкий район преобразован в городской округ, то сегодня такое историческое событие. Каждый кандидат в депутаты получает удостоверение, которые будут первые в городском округе первым молодёжным парламентом избранным. Оставаться такими же активными, пожелать им удачи, успехов и честной, справедливой борьбы на выборах. Молодёжный парламент существует в Люберцах уже 9 лет. Его члены ведут активную общественную работу, волонтёрскую деятельность, участвуют в экспертизе нормативно-правовых актов, а также реализуют множество полезных проектов. Мария Лапочева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всероссийский день лицеиста отметили на прошедшей неделе 19 октября. Своим появлением он обязан учебному заведению, которое известно каждому образованному человеку. Именно 19 октября 1811 года открылся императорский царско-сельский лицей, в котором воспитывался Александр Пушкин. Современные учебные заведения бережно хранят традиции прошлого. Как отметили день лицеиста в Люберцах, расскажет наш корреспондент. Когда в 1995 году Люберецкая школа 41 приобрела статус гимназии, в учебном заведении родилась традиция. Ежегодно учащиеся первых классов в торжественной обстановке проходят обряд посвящения. Сначала самые маленькие ученики шагают вместе с педагогами по живому коридору, а затем в присутствии родителей, учителей и старшеклассников дают клятву гимназиста. Всегда быть честными, уважительными и справедливыми. Клянемся? Клянемся! Гости праздника по очереди знакомились с юными гимназистами. Каждый класс выходил на сцену, чтобы презентовать себя и рассказать об успехах в учебе. А завершались выступления первоклассников исполнением любимых школьных песен, наставления старших товарищей и мудрые советы от учителей. Еще одна часть торжественного праздника. Наверное, каждое образовательное учреждение имеет свое собственное лицо. Но мне кажется, что наша гимназия отвечает за тем, что здесь дружат все. Старшеклассники с малышами и дети с учителями. Вот здесь создается какое-то особое братство, вот именно гимназия номер 41. Конечно, когда сын становится гимназистом, очень трепетно, очень волнует тот момент, когда они идут по живому коридору и им все аплодируют. В этом году в 41-й гимназии сформировано пять первых классов. Торжественное посвящение прошли 135 воспитанников учебного заведения. Теперь они полноправные члены большой и дружной семьи, в которой получают знания более тысячи учеников. Отрывать и варить, всех научит гимназия наша! Всех научит гимназия наша! Всех научит гимназия наша! Низа Егязарян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Представители «Единой России» совместно с сотрудниками ГИБДД провели открытый урок в кадетской школе. С детьми говорили о правилах безопасного поведения на дороге и в общественном транспорте. Кроме того, школьникам показали тематические мультики. Зеленый, разрешающий, значит, можно идти. В такой игровой форме детям объясняют правила поведения на дороге. Тематические мультики сразу двух зайцев убивают, удерживают внимание школьников и растолковывают базовые постулаты безопасности. Нам же зеленая стрелка горит. Что не видите? С этой стороны может не входить. Сегодняшний показ обучающих мультиков в кадетской школе прошел в рамках проекта партии «Единая Россия. Безопасные дороги». Важно отметить, что мероприятие состоялось в преддверии школьных каникул. Практика показывает, что этот период особенно опасный, ведь дети в это время предоставлены сами себе. Они свободны. За ними присмотра в школе со стороны учителей нет. Здесь другие уже правила. Здесь работа и с родителями, и работа во дворах. То, что мы проводили летом. Кроме того, в осенне-зимний период возрастает риск дорожно-транспортных происшествий вообще и с участием детей в частности. Ведь световой день в это время становится короче. Отдел государственной инспекции проводит практически ежемесячно, еженедельно подобные акции во всех образовательных учреждениях. В основной массе свои, это 95% детей, они знают правила дорожного движения. Обычно нужно держаться за поршня, ну если вы стоя едете. Если сидите, если в наличии есть ремни безопасности, тогда нужно их, естественно, застегнуть. Тем не менее, количество дорожно-транспортных происшествий с участием детей не уменьшается. На сегодняшний день, с начала учебного года, в них пострадали 22 несовершеннолетних. Они получили ранения и травмы различной степени тяжести. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. В Люберцах продолжается 53-я спартакиада «Олимпионик-2018» среди школьников. На минувшей неделе во всех общеобразовательных учреждениях округа стартовали отборочные игры по волейболу. На этот раз за выход в финал сразились юные спортсменки лицея номер 4, школы номер 2 и 43-й гимназии. Команды лицея номер 4 за хорошую песню. Ура! Сегодня команде 4-го лицея пришлось нелегко. Играть в стенах другой школы – сложная задача. Волновались не только девочки-спортсменки, но и тренер. Еще бы состав команды сформировался только в начале учебного года. У нас богатые волейбольные традиции. В школе у нас все учителя – волейболисты. Мы на уроках все время играем, все время отрабатываем какие-то связки, новые комбинации. В первой игре спортсменки 4-го лицея сразились с волейболистками из второй школы, которые оказались сильнейшими во всем отборочном этапе. В обеих играх девочки одержали победу. Теперь именно им предстоит сразиться в финале с тремя сильнейшими командами городского округа. Ее конек – отдавать пас. Сплоченную команду второй школы возглавляет Дарья Тюхина. Четыре года по четыре часа в день она посвящает именно этому виду спорта. Волейбол закаляет характер и силу воли, признается школьница. Если даже что-то случилось, вывихнуло палец, не дай бог, коленка там болит, упала, всегда нельзя расстраиваться, всегда нужно идти вперед и все. Я считаю, лучше не курить по подворотням, просто прийти лучше сюда, отзаниматься, подержать в руках мяч и словить этот в кайф. Отборочный этап по волейболу прошел в рамках 53-й спорта Киады «Олимпионик-2018». Она проходит в течение учебного года на базе всех люберецких школ. Охватывает разнообразные виды спорта. Легкая атлетика, волейбол, баскетбол, президентские состязания, президентские спортивные игры, лыжные гонки, кросс, троебори, настольный теннис. Соревнований очень много. Так что впереди у люберецких школьников насыщенная спортивная программа, за которой будут следить Анна Троян, Александр Богданов и телеканал ЛРТ. В Люберцах прошла областная спартакиада по шахматам и шашкам. В ней приняли участие более 50 школьников со всего Подмосковья. В том числе уже известные юные спортсмены, неоднократные призеры соревнований и кандидаты в мастера спорта. Бронец, Держинский, Жуковский, Котельники. Всего 13 команд из 7 городов. Молодые шахматисты и шашисты приехали в Люберце, чтобы показать свои достижения в просчете комбинации отражений и нанесений ударов на черно-белом игровом поле. У нас проходит комплексная спартакиада в Московской области по шахматам и шашкам. Зональные соревнования. Здесь уже играет команда, которая победила в своих муниципальных образованиях команды школ по шашкам и по шахматам. Возраст участников от 10 до 17 лет. Однако, говорят организаторы, дело не в годах, а в силе игры. Среди ребят уже есть известные в спорте имена. За команду Люберца на первой доске играет Ирина Дробитько, победитель соперенства Московской области 2017 года по шахматам среди девушек до 19 лет. Кандидат в мастера спорта. Юный шахматист Роберт уже однажды был чемпионом Люберецкого района. В этом году он чемпион города Лыткарина. Как и все, кто находится в этом зале, он настроен на победу. Успешнее всего у меня получается играть, участвовать в чемпионатах. У меня пока в чемпионатах только единственное упражнение из четырех участий. У меня получается итальянская партия. Это очень интересная партия, если рассматривать. Иногда я играю испанскую или русскую. Принцип игры у этих соревнований круговой. Все команды играют друг с другом по очереди. Та, что наберет большее количество очков, станет победителем зонального этапа. И вскоре отправится в финал областной спартакиады по шашкам и шахматам. Яна Яковлева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Творческая группа телеканала ЛРТ продолжает изучать туристические маршруты городского округа Люберце. На этот раз за поисками интересных достопримечательностей и фактов наша корреспондентка отправилась в Малаховку. Ну а сотрудники музея культуры и истории поселка поделились полезной информацией. Живописная природа, полезный климат и история, богатая удивительными фактами. Во все времена Малаховка была центром притяжения творческих людей. Здесь любили отдыхать от городской суеты и известные личности. Сергей Есенин, Владимир Маяковский, Максим Горький и многие-многие другие. Представители интеллигенции строили в поселке дачные дома. Сейчас, гуляя по Малаховке, можно увидеть в первозданном виде десятки таких зданий. Один из примеров классической Малаховской старой дачи – дом Мыслина, построенный более ста лет тому назад. Уникальность этого здания заключается в том, что его спроектировал не профессиональный архитектор, а сам хозяин, служащий Казанско-Московской железной дороги, инженер Мыслин. Сейчас в этом доме живут люди, хозяева очень бережно относятся к своему историческому жилью. Внутри деревянного строения до сих пор сохранились старинные вещи. Для того, чтобы показать красоту и многогранную историю поселка, сотрудники Малаховского музея разработали четыре туристических маршрутов. Периодически они проводят как пешеходные, так и автобусные экскурсии. Большой интерес у публики вызывает экскурсии в село Быково, где мы посещаем основные достопримечательности усадьбы Воронцовых-Дашковых, знаменитую церковь Владимирской иконы Божией Матери, живописный парк. Пешеходные экскурсии затрагивают достопримечательности, связанные с периодом Серебряного века, времени расцвета Малаховки как дачной территории. Одним из знаковых событий, навсегда вошедших в историю поселка, стало открытие летнего театра. Сейчас от него осталось лишь несколько фрагментов, которые бережно хранят в местном музее. Из-за неоднократных пожаров знаменитый театр, где свою первую роль сыграла сама Фаина Раневская, прекратил свое существование. Жалко, конечно, что сложилась такая ситуация, что театра у нас сейчас нет. Большая надежда у интеллигенции местной, да просто у простых жителей, и на то, чтобы все-таки когда-то театр возродиться, поскольку театральное искусство – это великое искусство. В честь Года экологии сотрудники музея разработали туристический маршрут, посвященный природе и культурному климату южной стороны поселка. А последний проект под названием «Малаховка-Рамене. Наша общая история» подразумевает экскурсии по ее окрестностям. По мнению музейных работников, четырех туристических маршрутов недостаточно, чтобы в полной мере показать всю Малаховку. На данный момент они работают над развитием новых проектов. Луиза Эггезаря, Никита Скраган, Кирилл Евгеньев, телеканал ЛРТ. Томилинский театр и киностудия «Чердак» открыл новый творческий сезон. В рамках праздника провели традиционный актерский капустник, а также показали премьерный спектакль «Моя история чердака». Это история об одинокой девочке-подростке, конфликты со сверстниками, недопонимание в семье. Майя живет машинально и не ждет чудес, но накануне своего 16-летия узнает, отец которого она считала умершим, жив. Девочка получает ключ от заброшенного чердака и попадает в другой мир. Здесь нет ни эмоций, ни смерти, ни жизни. Бессмысленное существование. Майя находит отца, но ей не удается уговорить его вернуться. Мне надо идти. Мне надо как-то накропу сделать мой мир лучше. Я знаю. Главную роль исполнила начинающая актриса Арина Лиховит. Это ее первая работа в театре «Чердак». Я думала, будет страшнее на самом деле. Но вообще так поддерживали меня все вместе, поэтому было гораздо легче. Это было здорово, это очень интересный опыт. И даже интересно что-то такое повторить из такого экстремального чувства. Спектакль «Моя история чердака» – авторский проект Инны Дуниной, художественного руководителя театра. Сегодня, в день открытия нового четвертого сезона, его показали зрителям в первый раз. Ну, это все на глазах. Это гаджеты, это компьютеры, это тот технический прогресс, который сейчас идет семимильными шагами. И к чему все это ведет? К тому, что дети, они больше сидят онлайн, уже забывают, что такое какие-то кружки-секции, что такое родители и так далее. Это огромный бич, который приведет нас к такому обществу, когда все будут без эмоций, без чувств. Новый сезон в театре-студии «Чердак» обещает быть насыщенным. Зрителей ждут сразу несколько премьер. Это сказка «Кот в сапогах», спектакль «Мещание», комедийная постановка «Алло, курочки». Кроме того, коллектив театра готовит серьезную драматическую работу «Судьбы Господни». А под Новый год актеры чердака порадуют маленьких зрителей музыкальной сказкой «Морозко». Расписание и билеты найдете на сайте театра. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. В Люберцах прошел спектакль московского эстрадно-телевизионного театра. Называлось представление «Генератор настроения или все будет хорошо». В постановке для всей семьи рассказали историю жизни одного изобретателя. Ну а зрители развлекали цирковыми номерами, конкурсами и даже дарили подарки. «Генератор настроения или все будет хорошо» – это гастролирующий по России спектакль-сказка, спектакль-пародия на знакомые мультфильмы, спектакль-цирковое шоу. В главной роли на сцене – гениальный профессор. Я встречал вокруг себя людей и друзей очень грустных, печальных, без настроения. И я все думал, как же их развеселить. Чтобы решить проблему, ученые создают машину – генератор настроения. Это изобретение возвращает хорошее расположение духа людям с помощью веселых гостей, которые появляются из самого генератора. Шоу мыльных пузырей, прекрасная гимнастика, загадочный фокусник. Номера артистов не только поднимают настроение, но удивляют и завораживают. Ключевой момент спектакля – появление нескладного человека лет сорока. Некто – профессор Грю. Он создает неприятности. С одной стороны, вроде бы я и как и злой, но по сюжету у нас понятно, что я очень добрый. Сюжет такой, что теряется деталь, и из генератора выходят не те персонажи, которых хотелось бы видеть. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ещё одним сюрпризом для зрителей стало участие в шоу животных. Вот номер с игуаной, а вот очаровательные собачки Чао-Чао. Это наши замечательные собачки Моша. Моха, покажи мордочку. Вот, Моха и Кроха. Породы Чао-Чао. Мировое такое понятие, что они не поддаются совершенно дрессировке. Вот, мы взяли себе таких собак, думаем, очень интересно, неужели и правда собаки не поддаются дрессировке. Ничего, ласка, а самое главное вкусными-вкусными пряниками. Вот, очень хорошо они воспитываются. Финал у спектакля «Генератор настроения» или «Всё будет хорошо?» счастливый. Волшебная машина снова работает. На сцене идёт сказочный дождь. В зал вылетают огромные надувные шары. Зрители довольны. Мне больше всего понравились гигантские шары, потому что они большие и очень воздушные. Мне по сравнению понравилось, оно было красочное, яркое и весёлое. Очень весёлое шоу, не зря потраченное время. А чаще бы такие в нашем городе. Приходите к нам на шоу, и всё будет хорошо! Анна Троян, Яна Яковлева и Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Ну что ж, такой мы увидели уходящую неделю. Чем будет интересно, следующее узнаем совсем скоро. Ну а я напоминаю, что все новости городского округа Люберцы есть на страничках ЛРТ в социальных сетях. Не забудьте подписаться. Ну а пока что я, Наталья Григорьева, с вами прощаюсь. Всего вам доброго! Субтитры подогнал «Симон»!